Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Больше половины рабочей недели уже позади, поэтому самое время узнать, что же там творится в игровой индустрии. Тут и пиар-компания Starfield, и новая информация о ремейке System Shock, а Sony собирается выпустить портативную консоль. В общем, наливайте себе ряженку, сделайте бутерброды с черной икрой, нажмите на кнопку лайка, подписки и колокольчика, пройдите по ссылкам в описании и первом комментарии в нашей соцсети. Бывший продюсер The Witcher 3 Стэн Юст недавно поделился подробностями своего собственного проекта. Команда Стэна сейчас работает над Горд, мрачной стратегией в сеттинге славянской культуры. Студия разработки Covenant представила ролик об игре, который рассказывает NPC. Амбициозные разработчики планируют сделать не просто одиноких статистов, а практически полноценных героев. Каждый поселенец будет иметь свою внешность, одеваться слегка иначе, чем другие, иметь семью или будет способен создавать ее, иметь собственный взгляд на игровые события. Без вмешательства игрока два NPC могут начать конфликтовать друг с другом. Кроме того, с течением времени они будут стареть. Вообще, как оказалось, концепция игры как минимум единожды пересматривалась. Вначале это должна была быть хоррор-стратегия, где упор делается на невероятно гнетущей и ужасающей атмосфере этого мира. Однако потом, разработчики пересмотрели концепт. Теперь хоррором эту игру будет не назвать. Но она все еще невероятно мрачная, а близкий нам сеттинг славянской мифологии еще больше нагонит жути. Издатель Dead Island 2 разослал ключи игровой прессе. Напомним, до релиза проекта еще две недели. В последнее время издатели редко дают доступ прессе так рано, и можно сделать вывод, что Deep Silver, Dambuster Studios и Play'n уверены в том, что игра получилась неплохой, и катастрофы, как, например, с киберпанком, не произойдет. Кроме того, стало известно, сколько памяти занимает игра на PlayStation. И, как оказалось, речь идет всего о 46 гигабайтах. В общем, как только эмбарго на обзоры от прессы спадет, мы обязательно расскажем вам, что же в итоге получилось у разработчиков. Генеральный директор Night Dive Studios Стивен Кик, студия которого сейчас доделывает System Shock Remake, поделился впечатлениями о продукте и процессе его разработки. Так, например, он рассказал, как сложно было осовременивать игру тридцатилетней давности. Обновление тридцатилетней игры System Shock было сложной задачей, но в то же время удивительно полезной. Нам нужно было посмотреть на игры, выпущенные за три десятилетия, и оценить их. Мы должны были рассмотреть, как System Shock послужило источником вдохновения для других игр, как игры улучшают качество иммерсивной симуляции, как мы можем объединить все оригинальные элементы управления для современных консолей. Это была сложная задача. Кроме того, во время разработки игра пережила нечто вроде производственного ада, и проект был перезапущен. В частности, это было связано с трудностями перехода от движка Unity к Unreal Engine. Мы два года перезапускали процесс разработки, но чувствовали, что приняли правильное решение. Я считаю, что наша первая бета-версия на Unity в рамках нашей кампании на Kickstarter была отличным шагом. И версия на движке Unreal это именно то, чего мы с нетерпением ждали. Когда мы начали разработку, мы определили основные столпы игрового процесса, которые мы должны были сохранить. Такие как дизайн уровней, сюжет и уровень сложности. Игра не ограничивает игрока определенными направлениями. Нет маркеров миссии, нет цели в журнале, нет путей, по которым нужно следовать. Все зависит от игрока. Кроме иммерсивности, игра стала еще мрачнее благодаря смене интерфейса и музыки. Помимо этого, Стивен поделился радостью того, что проект нравится тестерам. Во время наших первых публичных игровых тестов нам было трудно заставить игроков прекратить играть, и это был действительно хороший признак того, что мы движемся в правильном направлении. В конце концов, я надеюсь, что мы должным образом сохранили наследие оригинальной игры, в то же время предлагая игру, которая понравится современной аудитории. Глава ID Xbox Крис Чарло порассуждал о том, как влияет на игровую индустрию Xbox Game Pass. С момента появления сервиса некоторые всерьез встревожились, что попадание игр в подписку серьезно вредит их продажам. Но главный аргумент Криса это то, что для большинства пользователей подписка лишь своего рода побочный источник игр. Основная же масса людей продолжает покупать игры за полную стоимость. Когда предприниматели беспокоятся о направлении развития бизнеса, это совершенно нормальная, естественная и здоровая ситуация. Я бы не назвал Game Pass разрушительным, потому что я не думаю, что это подобно тому, как если бы Uber пришел и избавился от всех такси в этой отрасли. Например, когда Free-to-Play появился на консолях, многие думали, что это все изменит и все игры станут Free-to-Play и никто больше не сможет убедить людей покупать игры. Но на деле все оказалось совсем не так. Но были ли эти опасения обоснованными, рациональными, нормальными и здоровыми? Безусловно. И наша задача в игровой индустрии принимать эти опасения всерьез, думать о них и работать вместе, чтобы индустрия работала. Люди по-прежнему покупают много игр и по-прежнему покупают много игр на Xbox. Они приобретают игры в рамках Game Pass со скидкой, которую получают как члены клуба. Я не думаю, что Game Pass стал разрушительной бизнес-моделью, скорее он дополнил ее в очень позитивном смысле. И нам, как индустрии, нужно рассмотреть больше таких бизнес-моделей, которые дополняют друг друга. Но стоит держать в голове, что, как правило, данные о продажах игр, которые на релизе попали в подписку, Microsoft предпочитает не раскрывать. Недавно студия SivSamp анонсировала очень интересный, необычный проект. Стратегию под названием Anvil Empires. Это многопользовательская стратегия. Однако изюминка игры в том, что каждый игрок управляет лишь одним юнитом, а всего в партии может быть до 1000 стратегов. Одна такая игровая сессия будет длиться не меньше недели. В целом же, это почти типовая стратегия. Сначала нужно построить замок и поселение, потом собрать армию, разбить противника, который одновременно с вами будет стараться сделать то же самое, но быстрее. В общем, игрокам действительно потребуется недюжинный уровень кооперации, но для существования такого проекта нужен большой онлайн. Только в таком случае не нужно будет сутками ждать заполнения лобби на сотни человек. Как вы думаете, имеет ли такая идея право на жизнь? Выживет ли это интересная задумка? Было бы интересно услышать ваш ответ в комментариях. Студия Wildcard перенесла релиз Arc 2 на конец 2024 года. Ранее игру планировали выпустить в течение этого года, но возникли технические неполадки, связанные с обкаткой свежего еще Unreal Engine 5. Вот что написала у себя на сайте студия разработки. После долгих размышлений, выпуск Arc 2 отложен до конца 2024 года, когда она будет выпущена исключительно на платформах распространения Xbox, Game Pass и Steam. Это дополнительное время позволяет Arc 2 стать лучшей игрой, какой только может быть, и предоставить игрокам действительно исключительный и полезный опыт. Unreal Engine 5 — невероятно новая технология, и в Arc 2 эта передовая технология будет использована в полной мере. По мере того, как команда узнает больше о движке с помощью ASA и разрабатывает продолжение, создаются адаптивные рабочие процессы и скорректированные конвейеры для соответствия этой парадигме следующего поколения. Из-за всего, что включает в себя разработка, требуется больше времени. В прошлом выпуске мы рассказывали вам о слухах вокруг аватар Фронтирсов Пандора, а инсайдер ScriptLeaks R6 поделился новой информацией о проекте. По его словам, в игре будет игровой магазин, где за реальные деньги можно будет приобрести виртуальную валюту и сезонный пропуск. Однако на игровой процесс это влиять не будет, и ScriptLeaks R6 провел параллели с последними играми серии Assassin's Creed. Кроме того, инсайдер рассказал о наличии в игре кооператива, но никакими подробностями не поделился. Ubisoft. Ubisoft никогда не меняется. А еще в прошлом выпуске мы рассказывали вам о проблемном старте The Last of Us Part 1 на ПК. Обидная деталь в этой ситуации заключается еще и в том, что в большинстве случаев пользователи не могли вернуть деньги за игру. Дело в том, что прежде чем убедиться в плачевном состоянии проекта, игроки не менее двух часов ждут компиляции шейдеров. Напомним, именно два часа с момента запуска, время за которое можно вернуть игру в Steam. В общем, время для рефанда заканчивалось у пользователей до фактического запуска. Однако добрый дедушка Габен исправил эту проблему. Игроки сообщают, что после почти четырех часов после запуска в сервисе Steam, игру разрешили вернуть и получить компенсацию в полном объеме. За последние дни в сети появилось огромное количество информации о Star Wars Jedi Survivor. Теперь в игре будет нечто вроде Хаба, деревню, которую можно будет развивать и в которой будут жить множество дружественных персонажей. Хаб будет расположен на планете Коба, ее не было в первой части и, по словам разработчиков, эта локация будет огромной, но открытым миром ее назвать нельзя. Кроме того, можно увидеть и множество геймплейных изменений, и, пожалуй, главное – это стойки. Теперь главному герою доступно пять стоек со световым мечом или с двумя мечами, и каждая стойка имеет собственную ветку прокачки. Все геймплейные способности Кэла Кэстиса сохранились в прошлой части. Вот, например, что сказал по этому поводу старший директор проекта по производству. «Мы знали, что хотим, чтобы его навыки сохранились в Сурвайва, и это было одной из задач. Врагов нужно было сделать сложными, но при этом Кэл по-прежнему нуждался в своих существующих способностях. Нам пришлось с самого начала настраивать врагов так, чтобы они справлялись с его новыми способностями – притяжением и отталкиванием силы, которые вы получаете в Fallen Oda. Мы не хотим лишать их этих движений, потому что они приятны. Нельзя идти назад и чувствовать себя падаваном. После Fallen Oda прошло пять лет, и мы хотим, чтобы игрок почувствовал, что Кэл через многое прошел. Он больше не падаван. Поэтому, когда вы возвращаетесь и берете в руки контроллер, мы хотим убедиться, что он будет доступен для тех, кто не играл в Fallen Oda. Это как бы связано с учебным пособием. Но, в то же время, у вас будут эти способности с самого начала. И вы все еще можете развиваться. Кэл не рыцарь-джедай, он не Йода. Он еще не все освоил, так что он еще многому может научиться. Так что это баланс, не делать его слишком сильным с самого начала, но в то же время есть большой прогресс от начала и до конца. Кроме того, теперь протагониста и его робота-спутника можно будет очень разнообразно кастомизировать – огромным ассортиментом одежды для первого и деталями разного цвета для второго. Известный инсайдер Джефф Грабб рассказал, что PlayStation планирует провести свое летнее шоу до Summer Game Fest, то есть до 8 июня. Ранее тот же инсайдер говорил, что выставка игры от Sony пройдет до E3, но, как известно, E3 отменили. И теперь ориентир другой. Пожалуй, шоу от PlayStation широко ожидаемо. Почти наверняка там расскажут про Spider-Man 2, а с большой вероятностью анонсируют новую ревизию PlayStation 5. В общем, намечается что-то интересное. Все больше и больше деталей указывают на скорый анонс продолжения Rise Son of Rome. Так, недавно инсайдер Ник Бейкер сообщил, что студия Crytek разрабатывает сиквел, а также что он будет мультиплатформенным, в отличие от первой части, которая целый год была эксклюзивом Xbox. Впрочем, иногда этот инсайдер ошибается, и воспринимать эти слухи стоит с долей скепсиса. Но на днях, Crytek опубликовала в соцсетях пост, в котором спрашивала игроков об их впечатлениях от игры в первую часть. Многие увидели в этом некий намек, что серия не мертва и работа идет. В общем, фанаты ждут и верят. Кажется, миру предстоит увидеть преемника PSP и PS Vita. Недавно Том Хендерсон, известный инсайдер, заявил, что Sony работает над портативной консолью, однако делиться подробностями не стал. Авторитетный аналитик Роберт Серана решил оценить, насколько целесообразно PlayStation сейчас заходить на рынок. Оказалось, что рынок портативок сейчас на подъеме. Steam Deck и Nintendo Switch очень успешны, поэтому такое решение Sony было бы логичным. Но, по словам аналитика, это случится не скоро, и ждать анонса в ближайшее время не стоит. Студия CGInfo представила русскую локализацию для второй части сюжетного дополнения для Bioshock Infinite – Barrel at Sea. Ранее ребята локализовали всю игру и первую часть DLC, а в день десятилетия игры объявили о локализации второго эпизода. В общем, ребята молодцы, так держать. Разработчики из краснодарской студии Vision Forge Team представили сурвайвл-хоррор от первого лица Pine Harbor. Ребята говорят, что вдохновлялись фильмом «Я – легенда» и серией игр Silent Hill. Стоит признать, что даже в трейлере игра создает гнетущую, пугающую атмосферу страха, держа игрока в напряжении. Действие игры происходит в городке, который покрыт туманом и окружен скалами, будто в Silent Hill. Для разработки используется движок Unreal Engine 5. Даты релиза у проекта нет, но его пообещали выпустить в этом году. Один из организаторов, отмененный в итоге E3, Christopher Drink, рассказал о причинах отмены. Так, в основном, это произошло из-за того, что компании не спешили активно готовиться к мероприятию, но амбиции были огромны. Вот что говорит Christopher. Компании говорили о том, чтобы занять огромные площади. Команда E3 рассматривала возможности расширения парковки и использования дополнительных площадей, которые не использовались годами. Однако в итоге, компании оказались очень пассивны, и под банальными предлогами вроде «наши игры не готовы и у нас слишком маленький бюджет на это», отказались от участия. Кроме того, Christopher немного порассуждал о перспективах выставки и о том, почему в итоге есть риск ее отмены навсегда. Оглядываясь назад, возможно, E3 должна была быть радикально другой. Больше внимания уделять цифровым технологиям, а физическое шоу сосредоточить на деловой стороне, не полагаясь на стенды для привлечения людей. Но некоторые могут утверждать, что это почти совсем другое мероприятие. Увидим ли мы когда-нибудь это шоу в прежнем формате, неизвестно. А нам хотелось бы услышать ваше мнение, хорошо ли это, что E3, по сути, разложилась на ряд дистанционных шоу поменьше. Компания Microsoft начала пиар-компанию Starfield. Все чаще игра мелькает в соцсетях разработчиков и студии Bethesda. Кроме того, Фил Спенсер уже договорился о коллаборации с популярным на Западе брендом энергетических напитков, и ближе к выходу игры на прилавках появится продукция с игрой на упаковке. В целом, руководство Xbox активно ищет бренды, готовые поучаствовать в пиар-компании. Вероятно, незадолго до релиза игры нас ждет что-то очень масштабное и, похоже, невероятно зрелищное. Ну и под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с читами». Недавно разработчики Escape from Tarkov заявили, что закончили великую войну с читерами. Огромное количество нечистых на руку игроков было забанено, а их никнеймы опубликованы в сети на своеобразной доске позора. Впрочем, разработчики праздновали победу недолго. Хакеры получили доступ к серверам лаунчера Escape from Tarkov, запустив прямо в нем рекламу читов для игры. Однако справедливости ради ликвидировать взлом удалось довольно быстро. Вот что сказали в студии разработки по этому поводу. На разделы экстренных новостей произошла атака, в данный момент ситуация под контролем. Лаунчер, клиент игры, игровые сервера, данные игровых аккаунтов в безопасности не были подвержены риску. Приносим извинения за доставленные неудобства. Неужели читеров так и не искоренят из этой игры? Судя по отзывам игроков, это все равно, что бороться с ветром. А на этом у нас все. И сейчас самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.